Время медленно шагает, и всего один раз в год, день рождения бывает, мысли в соловьев. Баю, баю, бай, 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 громче музыка играй. Всем привет, вы на канале Биг Ньюз. Этот мультик вне всякой конкуренции занимает первое место в рейтинге моих племянников. И как только вышел пятый сезон, мы сразу же бегом оценили первые две серии, стартовавшие 30 июля. Прошел практически месяц, и сегодня, 27 августа, будет новая серия. Мои же племянники посмотрели уже раз по пять каждую серию, и им очень понравились новые приключения Маши и Медведя. Да что уж там, мне тоже очень понравилось. Серии, как всегда, сделаны на высоте, а графика на уровне полнометражного фильма. Вы сравните, кстати, с первыми сериями, это просто небо и земля. Сделаны серии музыкально, а события, как это всегда и бывает, развиваются стремительно. Также всегда меня радуют и моменты трогательной романтики, которую дети, конечно же, пропускают. К примеру, когда Мишка смотрит фотоальбом со старыми фотографиями, где он с папой ходил в поход и видел вулканы. Думаю, только взрослый поймет эти моменты. Ну, в общем и так, о чем же первые две серии? В одной серии Маша отправляется в поход с Мишкой, в другой девочка познает работу механизмов, разбирая их отверткой. А потом снова собирает, ведь это же то же самое, только наоборот. Не буду рассказывать все, если не смотрели, лучше посмотрите. В пятом сезоне, кстати, заявлено 13 серий. И, наконец, мы подобрались к самому интересному. И что же удивило меня в титрах? Оказывается, Машу озвучивает новая девочка. Напомню, первые два сезона Маша говорила голосом Алины Кукушкиной. Видео про нее есть на канале, ссылку оставлю в описании. Тогда ей было 6 лет, и она сразу поставила высокую планку будущим голосам Маши. Сейчас Алине уже 16, и она мечтает стать актрисой и потихоньку воплощает в жизнь свои данные. И уже в других проектах. Она дублировала мультики, такие как «Гадкий я» и «Дон грез». Также снимается в кино с известными актерами «Девять дней и одно утро». И даже проводит детские мероприятия. Но с мультсериалом не расстается, а в качестве режиссера озвучивания совместно уже с новыми девочками создает новые эпизоды. С третьего сезона Машей стала Варвара Саранцева. Эта веселая, озорная девочка не так давно была участницей передачи «Лучше всех» с Максимом Галкиным, где она рассказала, как происходит озвучивание и спела песенку из сериала. Совместно с Алиной они прорабатывают эмоции, просматривают заготовку серий, еще даже не цветных, и работы ей это очень нравится. А вот о новом голосе Маши, начиная с пятого сезона, не так много удалось узнать. Знакомимся. Если честно, даже Википедия еще не обновилась и не указывает Юлю голосом Маши, а Яндекс выдает крайне мало информации. Обнаружил лишь поздравление в официальной группе сериала о самой Юле с дебютом, после того, как первые зрители услышали новый голос Маши. Аккаунты Юли ведут родителей и публикаций крайне мало, подписчиков меньше 50, но это пока еще журналисты не проснулись и фанаты сериала еще не в курсе. Как удалось выяснить, Юля учится играть на скрипке и петь в детской школе искусств Тути. А вот руководитель музыкального центра «Сириус» Евгений Христов у себя на странице поздравил Юлю с выходом песни «Аллилуйя». Очень трогательное получилось видео и прекрасное исполнение. Если будет интересно, то ссылку оставлю в описании. Евгений в ответ на мой комментарий подтвердил, что Юля действительно озвучивает сейчас пятый сезон знаменитого мультсериала. Прекрасно, когда дорогу дают молодым и талантливым ребятам. Юля вперед! И это лишь начало и прекрасный опыт.